Это физическая память, которую вы несёте внутри. Её источником могут быть родственные связи, а также сексуальные связи. У тела есть определённая память. Было бы неверно называть её генетической памятью. Рунанубанда — это не набор генетических факторов, передаваемых от родителей к детям. Она существует на другом уровне. Существует физическая память, которая всё помнит. Не обязательно цвет кожи, форму носа, строение тела, вашу расу. Нет. Вам достаточно просто взять кого-то за руку, и вы начнёте создавать Рунанубанду. Вот почему в Индии используется такое приветствие. Люди не хотят брать вас вот так. Они будут проявлять свою любовь по-другому. Есть ещё много чего другого. Например, некоторые вещи не передаются из рук в руки. Никто не будет передавать вам соль и не примет соль из ваших рук. Если вы попробуете передать кому-то соль, вам скажут — положите сюда. Никто не захочет принимать соль из ваших рук. От вас не примут глину или семена кунжута. Если вы хотите передать кому-то землю, любой вид почвы. Есть такие ритуалы, в которых передаётся земля. Она всегда кладётся вниз и затем подбирается. Никогда не принимайте землю из чьих-то рук, потому что этим вы создадите Рунанубанду. Индийская культура постоянно обращает внимание на то, чтобы не создавать связи, чтобы поддерживать минимальное количество связей в жизни ровно настолько, насколько это необходимо, потому что вы стремитесь к своему освобождению. Благодаря этому появилась такая осознанность и чувствительность. Так что тело запоминает любую близость, и не только с другим телом. Любой вид взаимодействия, даже с любыми объектами. Некоторые субстанции способны на это в большей степени, некоторые в меньшей. Именно поэтому здесь, в храме, проводят ритуал Клеша Нашина. Кто-нибудь из вас проходил его? Омовение огнём. Если вы не можете смыть себя это водой, мы сжигаем это огнём. Клеша Нашина — это способ сжечь различные виды физической памяти, которую мы набрали. Не обязательно в результате отношений, просто от контактов и взаимодействия с разными вещами. Люди, ситуации, атмосфера, много всего. Всё это впитывается в память тела. Если вы накопите физическую память сверхопределённого уровня, это принесёт некоторое замешательство. Не здесь. Это другое. Именно физическое замешательство. Если тело в замешательстве, оно не сможет расслабиться. Иногда ваше тело словно замешательство. Замечали такое? Как бы вы не сели, всё. А в другой день вы сидите и... Поэтому мы создали различные методы для очищения. Один из них — омовение огнём. Другой — омовение воздухом. Правда? И, конечно, ежедневное омовение водой. Когда в моей жизни был период интенсивной саданы, я принимал душ пять-семь раз в день. Потому что система становится настолько чувствительной, что если вы садитесь на подушку, вы осознаёте, какое влияние она оказывает на вас. Так что вы хотите смыть это, чтобы вода омывала ваше тело от пяти до семи раз в день. Не то, чтобы нужно было планировать. Я должен принимать душ от пяти до семи раз в день. Просто, когда вы чувствуете в этом необходимость, большинство йогинов принимают душ по крайней мере два раза в день. Обычно это омовение в реке. Вы погружаетесь в текущую воду хотя бы один раз, смывая с себя всё. Во время перехода солнца из южного полушария в северное, что и происходит сейчас, и снова с севера на юг в июне-июле, в это время в тропических странах поднимается очень сильный ветер. По крайней мере, на индийском субконтиненте поднимается сильный ветер. Так что есть простые процессы, когда вы просто встаёте на ветру, так чтобы вас хорошо омыло ветром. Хороший воздушный душ. Вы увидите, что с вами произойдут замечательные вещи. Попробуйте, когда дует сильный бриз, наденьте что-нибудь свободное и просто постойте на ветру полчаса, осознавая, что с вами происходит, с закрытыми глазами, с обеих сторон, со спины тоже. Если вас хорошо обдует ветром, то когда вы придёте домой, вы почувствуете себя гораздо легче и лучше. Возможно, вы этого не знали. Все саньяси и садду всегда используют хорошо просеянную почву, красную землю для окраски своей одежды. Весь ашрам покрашен в эти цвета, потому что мы используем землю. В качестве краски мы используем клейкую землю. Ей окрашены все строения в ашраме. И все садду и саньяси, все, кто находится на духовном пути, стирают свою одежду с просеянной красной землёй. Вот почему их одежда такого цвета. Так что, либо нужно стирать вещи отдельно, либо каждый раз вы должны использовать землю, чтобы единственная рунанабанда, которая у вас есть, была только с землёй, а не с окружающими вас людьми или вещами, только с планетой. В этом нет ничего плохого, потому что здесь земля на одежде означает грязь. Если вы носите грязную одежду, покрытую землёй... Нет. Если вы носите одежду, которая была погружена в раствор с красной землёй, в некотором смысле это напоминает вашему телу, откуда оно пришло и куда оно уйдёт. Поэтому люди на духовном пути всегда носят одежду, которая была погружена в раствор с просеянной красной землёй. Вы не сможете этого заметить. Со стороны это так не выглядит. Но на самом деле это белая одежда, которая приобретает цвет земли, потому что её постоянно стирали с просеянной землёй. Так что один из способов очищения рунанубанды — это грязевая ванна. С экзистенциальной точки зрения переполнение физической памяти приводит к замешательству на физическом уровне, что приносит определённый дискомфорт, недостаток энергии и недостаток вовлечённости в жизнь. Так что вы становитесь ветераном при жизни. Хотя вы должны им стать после того, как ваша жизнь закончится. Вы не должны становиться ветераном до окончания жизни. Не так ли? Но если это случается с вами, значит, в некоторой степени из-за переполнения памяти вы стали менее живыми по отношению ко всему вокруг. Вот что нас заботит, что вы становитесь менее живыми. Продолжение следует...